всем здравствуйте в этом видео я хочу рассказать вам о том чем ранее даосы отличаются от поздних даосов и вообще зачем нужны даосы и зачем нужны эти даосские практики даосы это люди которые хотят жить вечно и они в этом деле достигли определенных успехов и самое главное они считали что нужно жить вечно и для этого достигли успехов еще раз повторюсь и к чему это привело потому что как-то им довелось участвовать ну короче вы один из завозов пришел к власти и даосизм стал господствующей идеологии в китае естественно вы уже допустим на примере христианство коммунизма а ну ныне живущие допустим там коммунизм как только коммунисты пришли к власти ты уже все поперли в коммунизм но тоже самое было в германии когда побеждающие все карьеристы идут и прутся в господствующей идеологию чтобы присосаться к кормушке ну и даосы тоже естественно этого дела не избежали и к чему это привело тому что пошло искажение многие знания даосские они передаются от сердца к сердцу и понимание этих допустим просто знание а его бесполезно даже как те всех те кто смотрел там бокс мухаммеда али или хоккей петров харламов это никакого толку вам не приносит да еще только вы не практикуете это там с детства даже как вы смотрели допустим как болеет что-то делают и если вы это тоже не тренируете если вас никто не учит то вы естественно не добиваетесь в этом деле успеха ну то же самое касается даосов ранее ночью они пришли к власти и после того как это пришло к власти даосы появились поздние даосы это те которые стали организовывать всякие монастыри и пошло искажение идеология и видео этих всех монастырей потому что монастырь это как организация нужно так задолбать своих чтобы чужие боялись те кто служил в армии меня поймет но те кто не служил тот может обратиться когда тем кто служил и поговорить на эту тему так вот а когда мы говорим о том что это было искажение и когда ранее даосы живут миру и в общем-то ничем не отличается но у них нет никаких особых значков не на теле не на рубашке да и за счет этого но у них есть определенные знания которые позволяют быстрее достигать цели да вот как те кто достигал в цели до ранние даосы они к чему это все приводило так сказать ранее даосы ушли можно сказать мне официальную историю поздние даосы они нам начали построить монастыри и много 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 там всяческих неправильных не так самые эффективные техники были закрыты забыты потеряны потому что любое знание нужно практиковать если ты его не практикуешь она уходит и вот поздние даосы привело к тому что поздние даосы стали монастырях ранее даосы стали как вы поняли я представитель ранних даосов и все это вот эта эффективность она позволяет тому что и лечить исходя из даосских принципов лечить всякие болезни достигать успехов там где другие не могут достигать ну и сейчас коротко еще чуть-чуть вам скажу по тему как бы на тему коронавируса и впрочем вот это вот лабуды она заключает том что самое главное помнить что лекарства от вирусов нет лекарства от вируса является только наш иммунитет и а самое главное в иммунитете это заключается в том что не надо бояться не бояться не на паниковать и тогда все будет хорошо но то вот первая заповедь управляйте эмоциями и спите хорошо занимайтесь больше сексом секс этот вами физкультура и гимнастика и отношения и омоложения но те кто хочет там носить маски использовать аппараты искусственной вентиляции легких и прочее прочее я не против того чтобы употребляли всякие официальные вещи ради бога пользуйтесь во благо я говорю для тех кто хочет быть менее зависимым вот от такого общества где нарушается право многих людей ну не будем сейчас касаться насчет общества я вам сказал если кому интересно ставьте лайки а самое главное не трусьте все будет хорошо даже когда будет все плохо все равно будет все хорошо на этом до свидания если что-то какие-то вопросы еще возникли то пишите в комментариях